Субтитры сделал DimaTorzok Мазафака, просто, ребят, прикиньте, вот такую рубрику мы будем записывать на мультах, это, конечно, просто трэш, это эпик, спасибо вот этим всем ребятам, что они оказались столь адекватными, они согласились мне помочь, они сейчас будут это всё дело разминировать и участвовать в конкурсе, условия и правила всё те же самые, ребята, как и обычно, нужно вот это всё дело разминить, меня завалить, вернуть, ребята, флаг, самое главное, кто возвращает флаг, тот, ребята, и побеждает, так что вот такие дела. И давайте, ребята, я прям чувствую, что кто-то лайк уже поставил, так что, ребята, обязательно ставьте лайк, давайте мы нашим ребятам уже напишем го, и сейчас будет, ребята, полный трэшак. Опа, 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 охо, нехо, охо, вот это просто, ребята, офигеть, смотрите, как они едут. А знаете, ребята, ещё в чём пачка? Пачка заключается в том, что когда они подъезжают к вот этому просто толпище мин, у них жутко лагает, потому что как раз-таки на вот этом пятачке я высрал очень-очень много мин. Здесь около 500 мин, возможно, даже и больше. А вот здесь, кстати, сзади, ребята, всего стоит 200-300 мин, и поэтому, я не знаю, сзади может даже будет и поинтереснее проходить, потому что здесь, ребята, их респы. Хотя, в принципе, если они у нас все поднажмут и будут меня прессовать спереди, то прикиньте, что сейчас получится. Они сейчас, получается, меня по полной программе запрессуют вайдера, изничтожат, уничтожат, и в итоге получится вообще, ребята, не каеф. Вот, поэтому я даже не знаю, что из этого будет. Слил я, кстати, на мины здесь где-то 52-53 тысячи кристаллов, потому что у меня здесь мин, ребята, не было. Мне пришлось докупать это всё в рукопашную, то есть... Ты издеваетесь? А знаете, в чём пачка происходит? Они сейчас просто, получается, когда подъезжают, у них всё дико лагает, и, получается, отображается так, типа они такие по минам едят. Вот это, кстати, не есть хорошо, потому что, если какой-то писос залагает и поедет прямо на меня, как известно, когда чувак лагает, через него другие танчики проходят, и меня может, ребята, просто в какой-то момент хоп и залагать на них. А, соответственно, когда лагает, античист система бахает, и даже в паркуре тебя может, ребята, просто на изи уничтожить. Так что, и это вообще не есть хорошо, и надеюсь, что такого у нас здесь никогда не случится. Так, ребзики, давайте, прорывайте. Прорывайте просто вот эту толпищу, я не знаю, дохренищую, фигевищую минс. Смотрите, знаете, ребята, в чём пальчики, они спереди, я думаю, вот что-то мне подсказывает моё сердце, что нифига они не прорвут. И я так думаю, сейчас у нас ребята всё-таки догадаются и будут ехать сзади, потому что сзади, на самом деле, ребята, очень-очень изи прорвать. И вот это как раз-таки почуху впереди, я специально, ребята, заминировал, чтобы как раз-таки они у нас ехали просто сзади. Криты! Ух ты, ёппер СТ. Так, кстати, ребята, вообще не очень хорошо. То есть, сейчас двое игроков у нас вышли с карты. Я так предполагаю, что у них были крит-ошибки. И, а, кстати, ребят, у вас тоже в последнее время, как у нас вышла арта на основные сервера в продажу, ребята, скажите вот только честно, у вас участились крит-ошибки? Если честно, у меня прям очень, ребят, сильно участились крит-ошибки, и это вообще не есть хорошо. То есть, я когда вчера стримил, позавчера мы стримили за стрим, за весь стрим, там час-два идёт, у меня где-то, ну, 3-4 крит-ошибки точно вылетают, как не больше. А мы когда днём стримили, там чуть ли вообще не каждые полчаса, 20 минут. Вот, поэтому я даже не знаю, что такое. Опять, короче, какие-то баги, какие-то невезучие у разработчиков идут будни, то, что они вводят обновления, а оно у них нифига ничего не работает, и всё у них получается немножечко через жопу. Ну, в принципе, ладно. Так, ребятики здесь у нас пытаются разминировать. Кстати, смотрите, они вот с этой стороны такие писюны проходят и разминируют понемножечку. Если сейчас они туда все пойдут, то, в принципе, сверху они, ребята, просто это на изи разминируют. И, кстати говоря, я, ребят, даже не знаю, буду ли я тут хавать мины, потому что... Ой, не мины, а аптеки. Потому что здесь смысла особого не имеет их хавать. О, у меня кристаллик прибавлялась, нормально. Кстати, ребята, кто спрашивает меня, зачем у меня там на какой-то такой секунде прибавляются кристаллы, типа... Вайдер, а ну-ка, сучара, говори мне, чего у тебя за чит, иначе видео отправляется на форум. Все, ребята, довольно-таки просто. Пачка заключается в том, что у меня почти на всех аккаунтах есть рефералы. Соответственно, если эти рефералы у меня получают новое звание, у системы, то есть у танков онлайн, у админов, они мне отчисляют кристаллы, ребята, не у вас кристаллики забираются, а кристаллы забираются, ребята, у танков онлайн. То есть и мне, соответственно, какой-то процент этих кристаллов перепадает. Там 5 или 10 процентов, я уж точно не помню. Так, окейушки. Ты что так делаешь, а? Чувак, ты зачем так лагаешь, а? Вот чувак сейчас лаганул, испугал меня, а я тут, блин, сижу на расслабоне. Так что давай-ка ты, братишка, не занимайся этой фигнёй. И, ребята, давайте уже ехать и разминировать это всё дело. Походу, ребята, я даже не буду ни мины, ой, ни мины, ни аптеки хавать, ничего не буду, ребята, этого хватит, потому что не вижу особого смысла. Ребята, у нас так прорывается очень-очень долго, и поэтому, если они всё-таки прорвут эту всю систему, здесь у нас, тем более, включен огонь по своим, возможно, ребята, я такую же фишку устрою у нас. И, получается, на основных аккаунтах, ребята, сделаю то же самое. То есть я не буду хавать аптеки, там, если очень-очень долго прорывается. Ну, если, соответственно, ребята, у нас прорвутся прям вообще на язычах быстро, разминируют мои минки, то там, соответственно, у меня включается очень опасная функция на 10 аптечек, как вы знаете, наверное. Ну, в принципе, всё довольно-таки неплохо. Так что Вайдер у нас тоже такой, знаете, парень-мальчик немножко продуманный. Кстати, смотрите, они сзади прорываются довольно-таки неплохо. Ребята, а чё вы стоите? Ребят, самая главная фишка здесь, это не стоять. То есть вы можете ехать, вы можете разминировать. И если вы толпой, например, поедете либо спереди, либо сзади, и в одну сторону, вы это размените, ребята, просто на изи. То есть, по сути, вот эти все минки стоят, их можно такой толпой в 10, ребят, человек. Я позвал сегодня фул карту, потому что я знал, что это мульты, и что здесь будет просто мега эпично жарко. Я, ребята, знал это. И поэтому я решил позвать полностью фулкаточку. Блин, смотрите, а сзади-то они у нас прорываются, писюны такие. Вот и Вайдер взял, подсказал тактику. Смотрите, они и спереди, и сзади прорываются. Кстати, спереди здесь осталось довольно-таки неплохо. То есть, не неплохо, а очень мало мин. Если бы, кстати, все ехали вот этот бочонок, они сейчас, я думаю, атакуют меня, атакуют довольно-таки неплохо. Ёперный бабайкины. Походу, ребята, всё-таки одну-две аптечки, мне придётся хомячить в этой биты, потому что я даже не знаю, чё, короче, у меня случится, не случится со мной и с моим пуканом. Но ничего обещать не буду про аптечки. Всё-таки одну-две-три, я думаю, придётся захавать у нас. Но если не придётся, если у нас пройдёт всё вообще на изи по маслу. Я, кстати, не знаю, сколько по времени они уже разминируют. Ух ты, вот сейчас были пролаги. Танки онлайн. Можете не лагать? Братишки мои, любимые, сладенькие. Танки онлайн. Я вас отвечаю, я вас буду благотворить, я вас буду обхаживать. Я, да... Эээ, ты офигел, что ли? Я и так, я думаю, вам каждый раз покупаю эти праздничные пакеты, которые выходят у нас 8 варта, 23 февраля. Тем более, ребят, скоро у нас 9 мая плюс 1 апреля. Там стопудово, ребята, будут опять праздничные пакеты. Скорее всего, думаю, опять это будет всё прелесть, стоить 400 рублей. И мне, походу, опять придётся, ребята, это всё дело покупать. Во-во-во-во-во-во! Смотрите на этих песосов, а! Они уже прорываются вообще просто на изи. Вы офигели, шо ли? Ребзики такие. Вы прям вообще лютые. Смотрите, а кто-то у нас хитрит и прорвается прямо... Нет, смотрите, они здесь прорвали! Вы офигели! Are you fucking serious? То есть, они жёстко начинают прорвать, то есть и спереди, и сзади. Ну, то есть, спереди они уже довольно-таки неплохо разминировали. Но знаете, в чём прелесть у меня есть спереди? Смотрите, чуваки едут. О! Вот, ты, короче, уже одну аптеку захалал, то есть всё, у тебя возможность это пропадает. Чуваки, чё стоится? Вам помочь? Хопля! И просто вайдер взял им, тысячу урона выдал, и получилось всё довольно-таки неплохо. Ребзики, давайте, ехайте ко мне! Ехайте, бежите, убивайте меня! И самое главное, возвращайте флажочек, потому что, кто, ребята, вернёт флаг, тот и будет у нас самым главным победителем. Ещё не забывайте то, что здесь у нас стоит самоурон. То есть, не самоурон, а урон по своим. И если вам какой-то писос не нравится, который меня мочит, вы его с превеликой, с превеликийшим, ребята, просто удовольствием можете взять и бахнуть. То есть, взяли, бахнули и сами вернули флаг. Так, кстати, у нас уже Ховик довольно-таки частенько делал. То есть, этот писос, как вы знаете, наверное, вы видели мои предыдущие рубрики на основном канале. То есть, он выжидает такой жёсткий момент. Он этот момент выждал, он посмотрел, кто там его замочил, тот чувак уже аптеку потратил. Он, соответственно, после этого берёт, подъезжает сзади к этому чуваку. Ну, вы поняли, да? Сзади Ховик подъезжает к этому чуваку и его сливает. И в итоге меня тоже начинает сливать и возвращает флаг. Это, на самом деле, позиция просто вообще хитрожопая. Хитрющая она на столько процентов, что... Давайте, ребят, всё-таки, да. Три аптечечки, ребят, с Ховячу, потому что здесь у нас ребятулечки прорваются уже просто по-жести страшной. По-жести страшной, ребят, у нас прорвается. И я даже не знаю, это хорошо или плохо. Наверное, это хорошо, потому что близится у нас хэппи-энд с Е-рубрики. А хэппи-энды мне, ребят, нравятся, потому что мне интересно, кто же выгорит. Кто же отхапает этот голдик на мульте. Может быть, кстати, кому-то он не нужен. Может, это тысяча кристаллов зарешает довольно-таки неплохо. Хотя, вот я смотрю на чуваков, которые у нас на фулке катаются и нарят. Здесь даже у нас есть пару чуваков с премкой. Я думаю, тысяча кристаллов им не очень сильно зарешает. Но, может быть, кстати, и зарешает. Ладно, давайте уже вторую аптеку, ребят, захаваем. Не буду я сильно мучить свою позицию. Давайте третью, ребят, аптеку. Всё. У меня аптечек больше нету. И сейчас, я так думаю, вот этот нарик у нас завалит меня. Да? Завалит меня, замочит и получит сие призочек. Так, я, ребят, на нулях. Смотрите, кто же это будет? Хо-хо-хо-хо. И кто это? И это? Орех. Орех. Просто, ребята, орех. О, боже мой. Просто орех взял и возвратил. Так, короче, сейчас я его, ребята, приглашу в отдельную катку. Сброшу ему этот голдик, потому что здесь я не буду ему ничего сбрасывать. Сбрасывать, я не знаю, там у нас адекватные люди собрались или нет. То есть, они могут этот голдик у него с превеликим удовольствием, с превеликим счастьем взять и отобрать. Так что, давайте сейчас создаем закрыточку, приглашаем у нас нашего орешка в битву. Орешек, 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 орешек. Давайте пригласить битву. Кстати, вот этих людей мне надо сразу удалить, потому что я их, ребята, добавлял только лишь на рубрике. Вот, соответственно, рубрика у нас уже прошла. И после итога нам можно всех вот так с превеликой душой взять и утолить, ребята. Да, вы что думали, не все так просто. Потому что на этот аккаунт, ребята, только добавляю у нас рефералов, а это, соответственно, люди не рефералы. И по отношению к другим моим подписчикам, которые регались по рефералочке, создавали ники, создавали аккаунты, качались. И вот это будет нечестно. Вот, а я, ребята, за честность. Так, давай-ка, орех, забирай свой голдик. Ты его у нас заслужил просто на изи. Вот, и давай. Вот, как он падает, орешек, только попробуй с ним красоваться. Только вот попробуй на минутку мое время задержать. Я отвечаю, я у тебя этот голд отберу. Так что давай. Он падает, ты его сразу фастиком берешь. Все у тебя четенько получается. Давайте, можешь сесть там для скринчика какого-нибудь. Я вот так вот могу встать. В принципе, попозировать тоже вместе с тобой. Но, самое главное, чтобы ты его сразу забрал. Иначе, Вайдер так просто порвачивается. И крысит у тебя голд. Да, очкует. Вот, очковать это правильно, ребят. Потому что за свое добро нужно бороться до последнего. Если выиграли его что-то у меня на конкурсе, то нужно забирать. Так, все, мы поздравляем ореха с этим голдиком. Но, если вам, ребята, понравилась данная рубрика, то обязательно ставьте свои лайки. Подписывайтесь на канал. Ну, а с вами был Вайдер. Всем пока-пока.